Девушкин 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 И, собственно говоря, таким образом ты наряжаешь свою елку, нужно выигрывать та команда, которая быстрее принесет вот таких 5 игрушек. Из нюансов есть какой момент, то что как только ты подъезжаешь и забираешь эту игрушку, ты начинаешь постоянно светиться. То есть даже если враги тебя не светят, ты в любом случае светишься для них. И вот тут, конечно, самая сложность доехать потом до своей базы живым. Все происходит довольно бодро и весело, потому что так же как и в Столкаче, если вас убивают, то не проблема, вы сразу там через определенное время возвращаетесь в бой. Эти бои проходят 10 на 10, не как обычно 15 на 15. И здесь предусмотрены дополнительные награды за участие в бою 24 тысячи кредитов, победа в бою плюс 12 тысяч кредитов. Доставили игрушку плюс 10 тысяч, если участник команды твоей доставил, плюс 5 тысяч кредитов. И причем здесь награды именно за нанесенный урон, уничтожение или помощь в уничтожении соперника не начисляются. Здесь главная задача, это собирать эти игрушки и как можно быстрее их штук 5 привести к себе на елку. Ну и плюс боеприпасы в этом режиме бесплатные. Из достижений, то что у меня осталось как раз с прошлого года, это достижение важная доставка, тебе нужно будет доставить. Ну 100 игрушек максимум, тогда ты получишь титул и охота на снеговика, за нее ты получишь тоже титул. И тебе нужно будет просто сбить правильные сани, короче говоря, есть определенные сани, в которых если ты выстрелишь, то тебе вот это дадут награду. По-моему там был еще какой-то скрытый, честно говоря не помню, вот эти два точно. Теперь что касается небольшого сегодняшнего патча, там было много всяких исправлений, как обычно ошибок, скорее всего примера столько же и завезли. Но в общем по очереди, что касается марафона, там были всякие косяки исправлены, например, исправлена ошибка, из-за которой нельзя было забрать награду за уровень, если она содержала элементы кастомизации. Если у кого-то это было, то вот, исправили, у меня такого не было. Дополнены описания значков, теперь будет проще понять, какие значки требуются для выполнения задания. Это прям отдельно скажите спасибо Дане, он кряхтел над тем, чтобы они все-таки сделали это и добавили это описание. Наконец-таки они это сделали. Теперь в бою вы можете, зажав, вот прям в любом бою, заходите, зажав Tab, кнопку Tab и одновременно с этим зажимаете Ctrl, мышкой наводите на значки и там появилось теперь название этого значка и описание, что нужно сделать. Едем дальше. В спецоперации тоже небольшие изменения, там в основном это касается достижений отдельных. В спецоперации в главе второй охота на Басре, исправлена ошибка, из-за которой достижение штурмовой отряд считалось персонально для каждого игрока, а не на команду. И также время, отведенное на выполнение задания, теперь увеличено до 7 минут. А в первой главе завод в Эль-Арише изменено условие достижения блестящая атака. Нужно пройти спецоперацию быстрее, чем за 7 минут, не допустить ни одной потери и союзника. Что касается боеприпасов, на некоторых танках, у некоторых боеприпасов тип изменен на боеприпасы с урановым сердечником. Ну, я не знаю, просто разработчики, видимо, думают, что мы наизусть знаем все названия этих снарядов. Проще, не проще ли было написать просто на каких танках? Они просто написали именно марки прям снарядов. Короче, на каких-то они поменялись. Я наизусть их не знаю. М829А1, ну, хоть здесь написали, что этот снаряд у Абрамса Сторм, этого нового Абрамса из Марафона, и у Краба, с автопушки обычные снаряды, у них добавлен эффект увеличенного шанса поджога. Что касается Челленджера 2-го, это 9-го левела, у него, наоборот, убрали эффект увеличенного шанса поджога. И, к тому же, кстати, внезапно решена, якобы, это надо будет проверять, проблема, из-за которой в стандартном бою мог быть излишне большой разброс уровней техники. Далее, у Терминатора, обычного термика нового из Марафона, термика второго прототипа, и у пятнашки добавили пробоя автопушки, Шеридану перезарядку с 10 и 5 увеличили до 12 секунд, и, наконец, что касается 10-го Челлика. В общем, его тут, с одной стороны, понерфили, то есть, у него урон БФСов уменьшен с 900 до 800, а разброс увеличен, и это касается что стоковых, что топовых снарядов. Но, с другой стороны, а, и даже убран бонус в 25% к урону при пробитии у топовых, вроде бы как нерв, да, и, с другой стороны, они взяли, ему добавили динамическую регулируемую подвеску, то есть, теперь он точно так же офигенно просто может танковать, у него офигенные просто теперь УВНы, все так же можно подвеску полностью опускать, поднимать, если вы при активации, то есть, при опускании, повышается незаметность на 10%, уменьшается дальность обнаружения на 15%, уменьшается ускорение на 20%, и увеличивается скорость прицеливания на 20%. Так что я не то чтобы стал бы прям радоваться, что все, наконец-таки Челлика понерфили, нет, он все так же может нифигово раздавать этими БФСами, и критовать вам все, что можно закритовать. Вот, в общем, собственно, на этом все, будем тестить, естественно, на стриме этот режим, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, Всем пока!